Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видео серия для начинающих садоводов и огородников. Полив растений это очень важный фактор получения богатых урожаев. И нужно изучать каждое растение, какой полив оно любит и соблюдать режим этого полива. Если про томаты я говорила, что оно не любит переливание и предупреждала вас, что не нужно переливать, оно выносит как сухую почву, то перец и полив перца отличаются значительно от томатов. Вот смотрите, земля у него влажная и влажная земля у него должна быть всегда. Это влаголюбивое растение. При сухой почве, при недостатке влаги в земле, при высоких температурах в теплице или даже в открытом грунте у перца происходит опадание цветов и опадание листвы даже. Если вы увидите, что желтые листики и опадают они, это значит, что ему мало воды. Только влажный грунт, только во влажном грунте ваш перец будет давать вам много-много перчинок. Он будет буквально усыпан весь перцами, если почва будет влажная. Ему воды требуется примерно в два раза больше, чем томатом. Если про томаты я говорила, что и достаточно поливать один раз в неделю 10-литровую лейку на 2 квадрата, то здесь раз в неделю вы поливаете, но уже тратите лейку на 1 квадратный метр, в два раза больше. Это до цветения. Во время цветения завязи плодов увеличивается полив в два раза. Но это все зависит от погодных условий. Если жаркая стоит погода, то не раз в неделю до цветения, а даже два раза можно поливать. Вы смотрите по почве, даже не важно сколько раз вы поливаете, главное, чтобы грунт всегда был влажный. В сухой земле у вас будет урожая в два раза меньше и плоды у вас будут маленькие и не сочные. Только во влажной земле будут такие сочные, такие мясистые, крупные ваши плоды. Так, еще что про полив. Если он находится в открытом грунте, естественно, вы смотрите по погоде. Если идут дожди, если почва мокрая, то полив можно вообще как не совершать, не поливать. А вот в теплицах обязательно, вот видите, много-много перчиков. Это значит, он находится в комфортных условиях и ему достаточно влаги. Когда влаги мало, плодов мало и они делаются такие, как недоразвитые. Поэтому запомните, если томаты не любят перелив, то перчики любят, чтобы их поливали часто. И они допускают, если томаты любят сухую голову, как я говорила, по листьям поливать не надо, то перчики, когда вы высадите, когда еще они до цветения, они очень любят дождевание. Их можно из лейки прям лить им по всей листве. Потом, когда, конечно, цветы появятся, то нужно действовать с осторожностью. Вот когда у них цветочки, вот они цветут. Есть возможность, что вы как обобьете цветы, если будет сильно большая струя воды, то лучше всего поливать под корень. Но потом, когда от воды завяжутся, можно снова их дождевать. Запомните, перцы влаголюбивое растение. Почва должна быть у них влажная. Поливать вы их должны так часто, чтобы земля не пересыхала. И только во влажном грунте у вас будет хороший, богатый урожай сочных, вкусных перцев с крупными мясистыми плодами. Все. О томатах. О поливе томата я уже говорила. В следующий раз расскажу, как поливать баклажаны и огурцы. Ну как по очереди, конечно, не вместе. Они все разные. Все растения наши разные. И нужно знать характер, свойства каждого растения. И найти к нему подход. Тогда у вас будет богатый урожай без проблем. Ничего сложного в уходе за нашими растениями нет. Обо всех растениях читайте. Смотрите видео у меня на странице. В одноклассниках. Ольга Чернова, 56 лет. Город Бийск, Алтайский край. Если вы будете хорошо поливать свои перчики, вот видите, у нас сейчас июнь, они все уже улеплены перчинами. У вас будет такой же богатый урожай. Желаю всем, чтобы за ваш труд ваши растения вас наградили большим, хорошим урожаем. Чтобы вы не тратили зря свои силы и время. Чтобы как был результат хороший. Для этого нужно изучать свойства растений. До свидания. Я вам в этом помогу. Продолжение следует...